добрый день я надеюсь что у нас будет достаточно неплохой звук а может быть плохой но это неважно скажите мне пожалуйста видно меня и слышно меня и поставьте мне какой-нибудь опознавательный знак да я вижу теперь уже вижу что слышно и видно ура у нас задержка небольшая секунд 20 я прямо быстро пока я не уехала по делам у меня такой в кавычках восторг куда-то а кто у нас откуда прекрасный анас бава она спрашивает hi hello how are you i'm fine thanks я всегда fine у меня по-другому быть не может киев-то нормалды но и отлично одесса да я просто редкую по красоте увидела пресс-конференцию совершенно изумительные женщины если кто-то видел госдепартамент сша у них есть потрясающе по красоте представитель зовут ее хизер науэрт блондинка совершенно роскошная такая в стиле доли паркер действительно очень красивая женщина но помимо того что она очень хороша внешне она еще грамотный специалист и дипломат все таки знаете искусство не пропьешь а это лайки да боже мой какое счастье а нас баллы как как я-то вас лайки это просто представьте нельзя так вот эта великая женщина не задержка паузу да хорошо пусть будет пауза не привлекая внимание санитаров совершенно верно андрей вот именно так мы и будем наносить ядерные удары нарисованные не привлекая внимание санитаров значит это великая женщина представители госдепартамента сша на ее пресс-конференции было очень смешная провокация вот когда ребята экономят на всем и деньги разворовывают всегда конечно же они экономят в том числе на журналистской братья у нас нет профессионалов не в видео формате нет хороших ведущих но таких действительно грамотных спецов харизматичных ярких умных с хорошим айкью которые бы задавали вопросы и уж если коль скоро ты посылаешь куда-то к представителю госдепартамента сша подсадную утку от прекрасного канала russia today то конечно ребятам нужно научиться не только разговаривать по-английски сносно без акцента но еще и грамотно задавать вопросы они ее попытались значит запутать она сказала фразу очень интересную лаконичную совершенно спокойно что дамы посмотрели вот этот мультик который был показан в присутствии огромного количества чиновников на этом мультике было если кто-то пропустил вдруг животрепещущее послание там ракетный удар который наносит не просто ракетный это ядерный удар понятное дело не по зимбабве и не по пакистану и понятное дело не по какой-то крохотной маленькой стране типа замечательной польши или латвии то есть этот удар по америке и все рукоплещут в зале там от замечательного доктора рашаля до чудесных актеров типа машкова все в восторге эгегей мы большая страна как в том фильме помните по моему ахлобыстин его снимал обязательно бахнем обязательно бахнем весь мир в труху но потом вот эта манера бахнуть чтобы обязательно весь мир в труху она видимо какая-то генетическая совершенно изумительная чипированная вшитая здесь с молодых ногтей с молоком мамы она здесь появляется и чтобы обязательно шандарахнуть и чтобы обязательно какой-то ядерный взрыв и чтобы все соседи тряслись от страха. Вообще страх это такая здесь доминирующая несущая конструкция. Это основная эмоция. То есть не любовь, не дружба, не приятие. ДМБ точно. Мария, да, вылетела из головы у меня на фильмы «Короткая память», как и на все остальное, впрочем, тоже. Так вот эта удивительная манера держать якобы в страхе всех, она была еще как-то более-менее оправдана в силу того, что СССР был огромной страной. То, что это тюрьма народов, и то, что люди помимо своей воли туда входили, это все вопрос десятый. Страна была действительно большая. И военно-промышленный комплекс на тот момент был достаточно серьезный. То есть ребята-то, которые были на сопредельных территориях, вполне себе оправданно опасались, потому что ну его нахер. Когда такая махина начинает себе угрожать, это все-таки вызывает такое подозрение. Когда все это рассыпалось в пыль и прах. Когда остались только надутые искандеры, которыми бомбить можно только в Воронеже, только во сне, и только под ЛСД, то, конечно, весь мир начал ржать, потому что я, например, когда увидела этот ролик с ядерной боеголовкой, я подумала о двух вещах. Во-первых, кто делал компьютерную графику? Я последний раз всю эту трихомудию видела в школе в 99-м году, когда на коленках какой-то первокурсник. Значит, помните в 99-м, какие компьютеры были допотопные? Вот это все фантастика совершенно изумительная, сделанная на коленках какими-то непонятными мастерами под боярышником. То есть вероятно, как я сейчас подозреваю, из администрации президента поступил какой-то заказ каким-то замечательным архаровцам, что, ребят, давайте сделаем помпезную, свирепую, яркую презентацию за много денег, что мы мощная, огромная империя, которая может просто взять и ебануть, например, по Америке. Выделено на это было, я так подозреваю, где-то, как обычно, 20 миллионов долларов. И где-то в прекрасных, я не знаю, в Сколково, не в Сколково, где это все было сделано. Значит, поскольку разворовано, как обычно, 99,9 из бюджета денег, осталось 17 копеек, за 17 копеек наняли какого-то токаря-фрезеровщика, который с похмелья быстро на компьютере ребенка попытался сделать совершенно непонятную видеопрезентацию. Кто видел вообще вот этот ролик, кто в сознании, будучи адекватным взрослым человеком, может себе сказать, что это такое? «Невеживый, это не касается Путина, либеральная ты сука», пишет нам Адриан Ильин. Слушайте, меня научили банить мудаков, сейчас я, секундочку, одну секундочку, то, что я либеральная сука, это совершенно однозначно, не касается это Путина. «Мне понравилось про ракету с неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией, то есть до Воронежа долетели». Да нет, дело совершенно точно не в ракете, я еще раз говорю. Смотрите, сфокусироваться нужно на двух вещах. Первое. Кто-то делал ролик, это госзаказ, вы поймите простую вещь. Это не ваш сосед попросил вас снять ребенку на айфон ролик для детского сада, как раньше поделки делали, да, вот из говна и шишек слепить, например, поделку, потому что завтра по природовидению нужно сдать Марии Петровне какую-то замечательную игрушку. Это на уровне государственном делается некий ролик за очень много денег, это миллионы долларов, я убеждена, что заказ был, то есть если там есть, мы откроем какие-то госзакупки, мы увидим там совершенно изумительные цифры, мы увидим, кто-то мне недавно бросал блестящую ссылку, там делали какой-то государственный сайт за 26 миллионов рублей. 26 миллионов рублей, послушайте, у меня пьяный столер, если ему дать компьютер и впервые его подпустить просто к ноутбуку, сделает намного лучше, там какие-то феноменальные цвета, совершенно невнятный интерфейс, ну это изумительная совершенно история. То есть, как обычно, все разворовано на подступах, и ты по уровню ролика уже понимаешь, какая будет ракета. То есть ракета-то будет как бы слеплена из чего? Возьмут ржавую ладу-калину. Эти блестящие совершенно ребята недавно еще представляли, напомните мне губернатора, кому они показывали робота. Совершенно феноменальная была история. То есть робот, которого взяли, видимо, отобрали у детей из детского мира. Сначала они показывали Медведеву какую-то звезду смерти, потом выяснилось, что это спизженный конструктор лего из детского мира. Они говорят, у нас новая сколковская разработка, на это потратили 60 миллионов рублей, мы 4 года разрабатывали какую-то новую концепцию в каком-то городе, прекрасные профессора. Медведев, значит, ходит, жмет руки, всех целует в щеки, говорит, ребята, это блестящая разработка, порвем весь мир, Илон Маск будет плакать и грызть паркет, просто вообще в ту же урку свою сморкаться, а потом какой-то блогер, ну, в эпоху интернета скрыть ничего невозможно. И какой-то прекрасный блогер говорит, ребята, ребята, так это из детского мира спизженный конструктор. Какие 65 миллионов рублей? Алло, гараж, кому вы все эти фонобери экзальтации пытаетесь рассказать? Ну, что за детский сад? Ну, кому на... Робот Фёдор на УАЗ Патриот. Роман, спасибо вам огромное. Это был робот Фёдор. Ну, то есть они ему там какую-то программку вшили, чтобы он разговаривал. И губернатор, который уже знает там алфавит наполовину, он в изумлении говорит, ребята, это фантастика. Мы живем в 21 веке. Какой там, какой SpaceX, какие Tesla, господи, Когда в стране есть такие умельцы, в стране есть, конечно, совершенно феноменальные умельцы. Это умельцы, которые очень быстро отсюда всё развинчивают, раскручивают. Ребята, любимейшие мои ребята из Кооператива Озеро, которые умудряются уже на разломанной державе, так сказать, на руинах, на руинах, понимаете, ещё пилить и допиливать, это, конечно, изумительнейший талант. Здесь вообще соглашусь, правда. Вот даже я уже думала, что нечего отвинтить, отломать, открутить и вывести в офшоры, но ребята изыскивают всё новые и новые возможности. То есть они, видимо, приходят к царю и говорят, слушайте, у нас новая разработка, это ядерная ракета, чтобы просто пиздануть по Америке, нам нужно ещё 65 триллионов евро. Значит, у стариков забираем пенсии, забираем медицинское обеспечение, срезаем вообще напрочь просто социалку до нуля. То есть люди получали какие-то копейки, эти копейки тоже можно убрать. Налоги взвинтить где-то раз и так в 6, квартплату поднять раза в 3. Ну и вполне себе сносно, ещё можно как бы доламывать, я думаю, лет-то 5 ещё хватит, на последнем из дыханий. Ну как они так сутопили, это отдельная история, это вообще любимая манера. Но выдающаяся манера разговора меня умиляет вот в каком аспекте. Смотрите, какая штука. Риторика здесь всегда одна и та же. Это не риторика ума, чести, достоинства, справедливости или доброты, опять же. Это риторика, что мы вас всех обязательно выбьем. Никакой риторики больше здесь нет. Нет, когда я увидела реакцию на матч Россия-Германия, когда мы выиграли 4-3, и когда люди, слушайте, нормальный человек будет радоваться победе всегда в таком формате, что да, молодцы, да, выиграли ребята, да, долго занимались, заслуженная победа, браво, бис, это действительно труд. Я сама, будучи профессиональным спортсменом в прошлом, я понимаю, что это требует гигантских усилий. Ты вкладываешь своё время, ты вкладываешь невероятные силы, и температура у тебя под 40, или ты умираешь, это совершенно неважно. Ты должен, как бы, дойти до победного конца. Но когда в ответ на победу раздаются крики, это вам, сука, за дедов, это наш Сталинград, и мы вас снова трахнули, то возникает, конечно, два вопроса. Первое. Когда вы перестанете пить, вот просто, вот мне это любопытно, когда вы перестанете пить, это первое. А второе. Ну, может быть, набраться ума адекватности и поменять риторику? Потому что это всё гопнические, совершенно точно замашки. Это то, о чём говорил Серебряков. То есть бесконечное быдлячество и бесконечная бычка. Вместо того, чтобы похвалить ребят и сказать им, что вы красавцы, молодцы, мы гордимся, это действительно ваша победа, и вы добились, вы изумительные молодцы, нет, нет, не победа, а опять крики, что мы всех нагнули, мы всех поставили раком, мы выбыли Германию. Кого вы поставили раком? Вы просто возьмите показатели экономические. Посмотрите зарплату людей, посмотрите пенсии стариков в Германии и у вас. Посмотрите, в каких домах престарелых живут ваши пожилые люди, как живут люди там, и по какому параметру, и кого вы, пардон, муа, выражаясь, вашим высокодисперсным языком, вы выбыли. Вот у меня просто изумительный вопрос по своей простоте. Это Олегу не нравится, что мы материмся, попрощаемся с восхитительным, интеллигентным человеком, которому претит обсценная лексика. Я могу выражаться и без нее, но мне так удобнее. У меня между инфарктом, инсультом и матершиной я выбираю, конечно, матершину. Абсолютно однозначно. И вот эта изумительная риторика, вы обратите внимание, вот эти ленточки постоянно, которые с 9 мая до 6 апреля люди возят у себя на ржавых багажниках, постоянные крики, что мы можем повторить, что вы даже инсулина не можете в своей стране качественного, дешевого, хорошего для людей, погибающих от диабета, сделать. Вы не можете сделать ни одного дорогого лекарства. Потому что когда мы разговаривали с великой моей любимой Лидой Мнява, это девочка, которая занимается детским хосписом. Ситуация-то в стране, ну, она ужасная и она катастрофичная. Здесь, например, есть ребята с синдромом мышечной атрофии. Это когда у тебя просто тело отказывается работать, и ты можешь даже дышать через трубочку. В Америке это лечится. Это, ну, там, ну, назовем инъекция, да, стоит 200 тысяч долларов и выше. Все это покрывает медицинская страховка, потому что государство заботится о своих гражданах, и оно обязано это делать, коль скоро ты являешься налогоплательщиком. Здесь, блядь, сколько бы ты ни платил налогов, все равно, если у твоего сына или у твоей дочери синдром мышечной атрофии, государство тебе говорит, это неизлечимая болезнь, пошел отсюда нахер. И родители, которые работают мама простым библиотекарем, и получают 7500, папа, который работает простым дальнобойщиком, вы мне не подскажете, как без обстенной лексики мне сформулировать конгруентно предложение и объяснить этим великим людям, как они должны обеспечивать своего ребенка и ему покупать аппараты ЭВЛ за 1 миллион 200 рублей. Если вы мне подскажете риторику без мата, я буду вам бесконечно благодарна. Благовоспитанный, интеллигентный, образованный человек. Пошли вы нахуй, ребята, с такими предложениями. Потому что когда ты видишь, что 92 ребенка здесь умирают в детском хосписе, и им никто не помогает из правительства, и каждый раз в квадратные глаза какой-то чиновник с барского плеча решил, что нужно дать дотацию. Эта разовая дотация, достаточно существенная, до этого они несколько лет просто не чесались, и вдруг решили в хорошем настроении что-то подписать. Но ты всегда зависишь от государства. Кто-то захотел, подписал, кто-то передумал и не подписал. А как тебе быть, если у тебя каждый день на руках какой-то умирающий родственник, и его лечение требует миллионы рублей. А ты, добропорядочный, обычный гражданин, который въебывает на трех работах, не можешь покрыть ни его страховку какую-то несуществующую, ни лекарство, которое почему-то в Америке покрывает страховку. Это вообще what the fuck? И какой-то чудесный. Как вы, Сергеевна, много материтесь? Если вы, ребята, не материтесь, то вы не следите за ситуацией в стране, я вам так скажу. И просто это уже крайне утомительно, когда на весь, на все, что бы ни происходило, какая-то разовая победа в сполах на солнце. Однажды мы что-то выиграли. Ну и замечательно, низкий поклон прекрасным ребятам, которые тренировались и выиграли. Ну а в стране-то что происходит? Слушайте, ну привезли вы сюда, например, 17 золотых медалей. От этого стал кто-то лучше жить, по большому счету. Вы поплясали у костра, побили в бубен, ритуально всех расцеловали, крикнули два раза Германии, что это вам за дедов, это Сталинград. И дальше что произошло? Где ваши социальные преференции? Вы стали как-то объективно лучше жить? А все потому, я объясню, вот это было удивительное дело, когда Лида Маньява, она достаточно храбрая, удивительная девчонка. Она ходила на все митинги, она открыто говорила, что мы не согласны с правительством. Мы не согласны, что есть вот такой чудовищный водораздел. Когда есть люди, работающие, 25 миллионов человек за чертой бедности, и когда есть сверхолигархи, которые направят джетов, катают своих бледей на яхте в Норвегии, ну это абсурд. И как только она это честно заявила у себя на странице в Фейсбуке, появился ряд потрясающих людей. Они говорили, Лида, но вы же занимаетесь лечением людей. Вам это зачем? Зачем вы лезете в политику? Зачем вы говорите про эту грязь? Вы же девочка. Вы должны, во-первых, заниматься святым делом. Вы абсолютно в другой плоскости. Что вы творите? Если вы не прекратите писать об этом, мы перестанем вам посылать пожертвования. Ну такой грязный, гнилостный, обычный, мерзкий шантаж. И они действительно начали прекращать пожертвования умирающим детям в детский хоспис, дом с маяком. Это абсурд. Она говорит, послушайте, если вы не встанете всем миром, и если вы не выйдете на улицу, и не выразите свое мнение, как вы планируете изменения на этой чудесной территории? Как вы планируете, если каждый отсиживается на своей кухне, и где-то втихаря за бутылкой водки что-то бухтит бессвязно своему соседу? Ну, дескать, да, мы... Тяжело как-то стало, конечно же, тяжело, Ветя. Зато мы Америке скоро переебем. Сейчас вот доделаем ядерную бомбу. И как? Сжахнем. Куда вы сжахнете? Куда вы сжахнете? Оно даже до Воронежа, только если долетит, и до Воронежа будет пиздец. Вот и все. И на этом все закончится, и за финалис абсолютно бесславно. На этот проект будет распилено еще 385 миллионов долларов. Вы узнаете по своей платежке квартплаты, что она возросла в 4,5 раза. Потом вы увидите, что у вас налогообложение изменилось снова не в вашу пользу, естественно. Потом у вас, не дай Господь, заболеет ребенок, и вы столкнетесь с тем, что вы никогда в жизни не соберете на его лечение. Самолично вам придется идти с протянутой рукой в какой-то фонд, ждать в очереди, сидея каждый день. Соберут, не соберут, успеют, не успеют, блядь, спасти от лимфомы, например. Но это изумительная слепота и тупость бесконечная. Отсидеться и отстояться за занавеской, никогда не вмешиваться якобы в грязную несносную политику. И то вот люди пеняли бесконечно, Лидия, на то, что ты ничего не изменишь, зачем тебе это нужно? Если хотя бы один раз, вот если бы хотя бы, блядь, один раз эти люди, сидящие в прекрасном Кремле, увидели, что на улице вышло миллионов 6 человек, я уверяю вас, эти ребята перебулись в воздухе бы, секундарно. Их просто охватил бы ужас, если бы они увидели массовое неповиновение. Но этого не случилось. Ну потому что есть вы, которые говорят, да ладно, чего менять, в конце концов, я посижу, я ресторатор, я шоколадье, я воспитательница детского сада, я маленький врач, я винтик, я крохотная песчинка в системе, разве что-то может быть, я, наверное, просто никто и ничто. Вот именно поэтому эти выдающиеся, блестящие, изумительные ребята охуели просто окончательно и поняли, что им можно совершенно всю. Америку бомбить, выгребываться, доставать у вас последние 3 копейки из кармана, насиловать в закрытых интернатах детей, о чем почему-то молчит все публичное пространство. И вот от этого можно приходить в ужас. Кому и что вы можете доказать? Кого вы можете разбомбить? Если в закрытых интернатах у вас массово насилуют сирот, это срамота и стыдоба. А Америка бы стояла на ушах. Люди бы на улице вышли на демонстрации и сказали, что what the fuck, да что происходит, подождите, давайте разбираться. А здесь как-то вот моя хата с краю, я, пожалуй, на шашлычки в выходные съезжу. Мне не до того. Не до того, ну, значит, вы просто выдали индульгенцию своим верховным главнокомандующим на то, чтобы вас унижать, грабить и просто уничтожать. Вот и все. Увы и ах.